Недельная глава Вайхи. Последняя недельная глава Хумоша Брешит. Вайхи Яков жил в земле египетской 17 лет. Вайхи было имя Яков в дни жизни Якова, в годы его жизни. Папа ему Машона. 7 лет и 140 лет. 147 лет. Тоже интересно, как все возвращается. Папа Яков кормил Йосифа 18 лет. Когда Йосифа продали, ему было 17 лет. А последние годы в Египте, что Яков жил 17 лет, то Йосиф кормил, обеспечивал папу. Воикрову имя Исрою Ромус приблизились дни Исрою к смерти. Воикрова позвал Ливныра Еси, своего сына Йосифа. Почему именно Йосифа? Он позвал того, кто мог помочь в этом вопросе. «Поймали», — сказал им. «Если я нашел симпатию в своих глазах, Сивно Йосхо тахас и рейхи, положи, пожалуйста, твою руку под мое бедро, Воси свои моды хэсет в эмэс, сделаешь со мной добро и правду, А унос их в рейхи небо Митроем. Пожалуйста, не хорони меня в Египте». А почему? Медраж говорит несколько объяснений. Интересно одно из объяснений, что Яков боялся и очень не хотел, Чтобы из него сделали идола. Когда Яков пришел в Египет, там был большой голод. А с приходом Якова голод прекратился. Так он боялся, если он будет похоронен в Египте, И из него сделают идола. А Медраж продолжает. Как Бог наказывает того, кто служит идолом, Так и наказывает самого идола, того, кому служит. Видите? Опасно стать идолом. Бог его наказывает. Я лягу с моими отцами, то есть он умрет. Он с осаньями Митроем понесешь меня из Египта, У кварта небе кворосом. Похоронишь меня в их могиле. Ваимар, он сказал, я сделаю как твои слова. Ваимар сказал еще боли, поклянись мне. Он поклялся ему. Ваиштаху Исроил, а у Рейша Митро. Поклонился Исроил на голову кровати. Это известно. Комментаторы говорят, что есть два имени. Яков и Исроил. И в противоположность того, что было у Авраама, В тот момент, что его назвали Авраама, Прошлое имя просто перестало действовать. Его перестали так называть. А у Якова есть два имени. Есть Яков и есть Исроил. Комментаторы говорят, что Яков более, более на низком уровне, а Исроил на более высоком. Так, а почему? Почему вдруг сказал ему, поклянись? Иосиф обещал, что он не выполнит. Яков понимал, что будет. Для почета Египта было очень… Это затрагивало почет Египта. Что отец Иосифа будет похоронен. Вывезен из страны. Представьте себе, когда Иосиф сообщает, у меня папа умер. Что он… Что все… Что они скажут? А! Вы приготовили тебе самое худшее место, которое только может быть. Возле такого-то жреца и такого-то жреца. Возле такого-то параона и такого-то параона. Да. И Дима объясняет, что Яков это… Это мне очень неприятно. Ты как? Поэтому он сказал, поклянись. И мы видим дальше, что то, что фараон согласился, это именно из-за клятвы. Когда Иосиф говорит, папа взял у меня клятву, тут фараон согласился. « … « … Да. Я говорит, кто сообщил, хорошо, говорит, кто-то, есть, некоторые говорят, что это был Эфраим, который учился у Якова, а я говорит, Яков, сообщил Яков, а Ема сказал, иной бин-бин-хо-ейсе, вот твой сын ейсе, бое-ле-хо, приходит к тебе, Ваис-хазик-исроил, укрепился-исроил, ва-ейсе-балгамитра, и сел на кровати, то есть так он лежал, а так он сел, Бедраж говорит, что это качество цадыки, цадыки, даже когда они слабы, они крепятся, Во имя Якова Гейсер, сказал Яков к Йосифу, иуш-шады, Бог всемогущий, нирой-гай-бэ-гуз, показался мне в гуз в эрес-кноан, в земле-кноан, ва-и-борых-эйси, богословил меня, Ва-и-мэ-рых-эй, сказал мне, ини-ни-мап-рых-хо-оби-я-бисихо, я расположу тебя, и умножу, размножу, он сатих, я тебя сделаю, лекалами, масса народов, выносатые соратся здесь, я дам эту землю, Ва-зарахо-ахарэхо, потом вступайся к тебе, а хуза сыном, вечное наследство. Ви-я-то, а теперь, шнэй-вам-эхо, двух твоих сыновей, ан-гладым-эхо, которые родились у тебя в эрес-митрае, в земле египетской, Ад-бэ-эй-эхо, пока я пришел к тебе, Митраему, в Египет, лим, они как мои, Эфраем умнаши, Эфраем имнаши, ки-рувэм вишимэн ги-ю-ли, будет как Рубин и Шимэн. Почему он напоминает Рубин и Шимэн? Рубин и Шимэн – это старшие сыновья. Так Эфраем имнаши будут, как старшие сыновья Якова. Два колена. Умилан-тхо, дети, а шеван-тахарэм, которые родятся у тебя, а после них, выхои, а будут твои. А ушима-хээм, на имя их братьев, якоро будут названы в нахого самих наследствия. То есть, или в наследстве Эфраема, или в наследстве Мнаши. Вани, а я, бэвэээми падан, когда пришел с падана, бэйсо, гай-роха, умерла для меня, роха. Бээрэц кнан, в земле кнан, ба дэрэх в дороге, бэйски врас эрэс, от кусок земли лавэ Эфраса. Прийти в Эфрус, пэгбэрээл шом, я похоронил ее там, бэ дэрэх Эфрус, пути Эфрус, и это бэсхохэн. Бэяр Йсроэл эзмэй есэф. Йсроэл увидел сыновей есэф, а воеймар сказал, ми эйле, кто эти, кто эти? Что он их не знал? А? Раша приводит медраши, что он почувствовал, что из них выйдут недостойные люди. Например, от Эфраима Йорова Маяхов, ей, от мнаша, ей у его потомки. Кто это? Поэймар Йсэ веговиев, сказал, если к папе боноэйм, это мои сыновья. А шэно сэнли элхим бозэ, бог дал мне здесь. Поэймар сказал, кохэм, ну агай, вабархэм, возьми их ко мне, я им дам благословление. Вейны Йсроэл ковдум языке, глаза Йсроэла были тяжелые, тяжелые от старости, лаюха он лирис, не мог видеть, бояги шэйсэмэйлов, он подвел их к нему, бои шэклогэм, поцеловал их, бояхабы коэм обнялых. Когда дают бракха, важно, чтобы была связь и чувство, чувство между тем, кто дает бракху и тем, кто получает. Тут написано, он их поцеловал и обнял. Поэймар Йсроэл Малгейсэ, сказал Йсэлу Йосипу, рэйфо нехо, рэйфи лолты. Видит твое лицо, я не думал. Вэйны Йороэ си, вэйны Йороэ си элхим гамэ зарэхо. Бог показал мне также твое потомство. То есть он подчеркивает добро Бога. Я не думал видеть твое лицо, а Бог мне показал даже твое потомство. Вэйцэ эйсэв эйсэм эйсэм эймбирков. Ейсэв вывел их от своих колен. Вэйштаху апов орцов поклонился лицом к земле. Вэйках эйсэв эшнея взял Йосип обоих. Эфраим с правой стороны, с левой стороны Йосипа. Когда кто-то стоит напротив другого, то у них правая рука становится левой, а левая правой. А всегда известно кому-то, кто более важный. Первенец. А какая рука более важная? Правая. Йосип рассчитывал, что Яков, Йосип, он положил свою правую руку на руку мнаши. Мнаши старший, Эфраим, второй. Для того, чтобы это так вышло, так Йосип у себя поставил их как раз наоборот. Чтобы у Якова старший мнаши был напротив его правой руки, а младший, Эфраим, напротив левой. Мнаши притянул свою правую руку. Мнаши расположил на голову мнаши. Мнаши на голову мнаши. Сикелес Йодов намеренно так сделал своими руками. Ким мнаши апхэр, хотя мнаши его первенец. Так он так поставил руки. Иосип сказал, что мои отцы шли перед ним, Абрам и Ицхак. Иосип, который пасет меня с того момента, что я был до сего дня. Ангел, который спасает меня от всего плохого, Абрам и Иосипа. Тут написано, он богословил Йосипа. А мы видим, что он богословил мальчиков. Очень просто. Когда он богословляет детей, то кого он богословляет этим? Папу. Йосипа. Это было плохо в его глазах. Он подержал руку папы, старался поднять, снять ее, с головы Ефраима. На голову Мнаши. Иосип понимал, что раз наши правые, то полагается, что правая рука была на голове Мнаши. По имя Йосипа. Сказал Йосипа. Папа. Не так, папа мой. Но этот первенец, семья Минхал Рейшей, положил правую руку на его голову. Отказался папа, его отец. Иосипа. Он сказал, я знаю, мой сын, я знаю. Он тоже будет народом Мнаши. Он тоже будет велик. Но его младший брат, Йокдал Ммену, будет больше его. Ефраим будет больше чем Мнаши. Без Зары, а его потомство, ей будет милый гагеем, а ибо о нем будет наполнено среди народов. И за Фраимов вышел еще обеден, который принял Тору в Моше, и он руководил еврейским народом после Моше, и под его руководством еврейский народ вошел в страну и занял ее. То есть, Яков сказал ему, я знаю будущее. В будущем Фраим будет больше, чем в нашем. Интересно, что папа Яков говорит Йосифу дважды, я знаю, мой сын, я знаю. Почему он говорит дважды это выражение? Очень просто. Ты, Йосиф, почему ты хочешь переставить мои руки? Почему? Ты думаешь, что я не знаю, где находится Фраим и где Мноше. Ты думаешь, что я предполагаю, что ты взял Мноше, ты, Йосиф, взял Мноше к своей правой руке, а Фраима к левой. И поэтому я так ставлю руки по диагонали. Нет, я знаю, где находится Фраим и Мноше. Я знаю. Я знаю, мой сын, то, что ты знаешь. Но я знаю и то, что ты не знаешь. Я знаю их будущее. Ты думаешь, что я это делаю, потому что я не знаю, где находится Фраим и где Мноше. Я знаю, я знаю, это я знаю, я знаю то, что ты знаешь. Но я знаю то, что ты не знаешь. Я даю богословление, соответственно, к будущему. А в будущем Фраим будет больше, чем у Наши. Ваеворхам благословил Баима Увейма, в тот день говоря, Бэхой и ворох Исрою, Та будет благословляться Исрою Гаима, говоря, Исимхой Гим, что Бог тебя сделал, Ка Фраим Вихим Наши, Как Фраим и как Наши. Баё смс Фраим, Он поставил Фраима, Лифныв Наши, Пет Наши, Фраим был раньше, чем Наши. Порядки пронесения жертв и обновления Мишкана, При поездках. Интересно, А почему Та Вой будут благословляться, Богословлять, Что Бог, И еврейский народ, еврейские папы Будут благословлять своих детей, Что Бог тебе сделал, как и Фраим Наши. Мы так и говорим, Пятницу вечером. А чем Фраим Наши особенные, Что ими благословляются? Несколько объяснений. Одно из них, Все остальные внуки Якова, Выросли людям в Векна, Там были, Был там Яков, Были сыновья. Как говорят, Они были выращены В тепличных условиях. И Фраим Наши Родились в Египте. И они были на том же уровне, Как и остальные внуки Якова. То есть, Когда Папа благословляет, Что Бог тебя сделал, Как и Фраим Наши, Значит, Что ты не поддавался Внешнему, 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 Чуждому влиянию. Внешнему, Яков, И мне. Я умер. Мой. Внешнему, Борь, Внешнему, 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 Бырнешнему, Внешнему, Зиму, Ваших отцов. Внешнему, Яков, Высшеву, Один из переводов, Одно долларахиха, Натвоими братьями, Ашероках, Цябзял, Маяду, Эмери, Атрухи, Эмери, Внешнему, Бакашты, моим мечом и луком. То есть, я тебе дал две доли. От тебя пойдут два колена и две доли в стране. Не как все другие колена. И еще смысл. Ты занимаешься моими похоронами, моей могилой. Так я тебе дал город Шхем, что ты там будешь похоронен. И написано в Ешуа, что Йосиф был похоронен в Шхеме. Известна могила Йосифа в Шхеме. Воикру Якова, Яков позвал сыновей. Воем рассказал, Иосус, соберитесь. Я вам сообщу, что с вами случится в конце дней. Раша говорит, что Яков хотел им сообщить, когда придет Мошьях. Но Бог от него скрыл. Бог не хотел, чтобы Яков это сообщил сыновьям. Какой-то в тот момент Яков это знал, потом Бог от него скрыл. И это то, что Бог скрывает и не хочет сообщать. И мы действительно этого знать не можем. Я слышал одного раввина прошлых поколений, что он сказал о времени прихода Мошьяха. Кто говорит, не знает. Кто знает, не говорит. и ковцу вишимовны Яков. Собирайтесь и слушайтесь наобья Якова. Вишимы и слушайте и соя лавиха, не соя вашего отца. Папа переводил эту фразу, приводил на это предложение так. Когда придет Мошьях, я не могу вам сообщить. Но что вас будет держать, чтобы вы имели духовные силы держаться? Собирайтесь и слушайте сыновья Якова. Слушайте слава Торре. Слушайте и союз вашего отца. Что вас будет держать, чтобы вы могли поддержаться до прихода Мошьяха? Слушайте, собирайтесь и слушайте вместе слава Торре. Рубин пхири ату. Первое, он обращается к каждому из сыновей конкретно. Рубин пхири ату. Ты мой первенец, кейх и моя сила. Говори, счастливее, первенка моей силы. Если осеис, у тебя должно было быть подняться, если рос, может, могущество. Раши говорит, если осеис, ты должен был бы богословлять, как мы сейчас, у нас Коаним богословляет народ, поднимать руки и больше уз. Могущество это царство. Ты должен был бы быть и из тебя должны были выйти Коаним, который богословляет народ, и тебя должны были выйти царики. Торопливость, как вода, аутейсар. Ты не можешь получить это преимущество. Киолиса, потому что ты поднялся на постель твоего отца. Оскивауто, тогда ты осквернил кого? Того, кто поднялся на мою постель. Кто поднялся, кто в присутствии Бога поднимался на постель Якова. То есть раз у тебя торопливость, ты не достоин этих подарков, не достоин быть царем. Говорят об этом, что царь, если он торопливый и поспешный, он не достоин быть царем. В общем, представьте себе, что царь судил царским судом. Он судил кого-то и судит поспешно, непродуманно. Присудил его к смертной казни. Через какое-то время он думает еще раз и переходит к выводу, что не надо его казнить. Он сообщает свое новое решение. он передает его. Ему говорят, ваше сиятельство, ваш приказ уже приведем в исполнение. Царь, от которого зависят жизни людей, если он торопливый и поспешный, непродуманный, недостоин быть царем. ограбленные орудия мы хорошее. Это пользоваться мечом это относится к истаму, не к вам. Вих секрет, что моя душа не вошла. беколом, когда они собираются, алтех отквейте, мой почет, чтобы не был. Раша приводит, когда из колена земли шли заниматься развратом в 40-м году, чтобы меня там не упоминали Яков. Не упоминается имя Яков. И то же самое, когда собралась община Кораха, чтобы мое имя там не присутствовало. И действительно там не упоминается имя Якова. Но спрашивают, что это за... в чем содержание этой просьбы? Каждый ребенок, который учит Хумаш, знает, что там написано колено Шимона. И каждый ребенок, который учит Тору, знает, что Шимя сын Якова. Про Кораха написано, что он из колена Леви. И каждый ребенок знает, что Леви сын Якова. Что меняет, что не упоминает его имя. Яков имел ввиду. Упоминание имени это не просто упоминание родословия. Упоминание имени означает, что он имеет отношение к этому действию. Яков говорит, я к этому к Шимину это имеет отношение, к Шимину и Леви. Что они имели у них было такое горение гнева в истории с городом Шхем, которые осквернили их сестру Дзину. И в истории с Йосифом что они хотели его убить. Так у них вот это горение проявилось в истории Симри и в истории с Кораном. Но моей доли, моей части в этом не было. Поэтому пожалуйста меня не упоминайте. Все знают чьи сыновья имени Леви. Но я тут ни при чем. Меня не упоминайте. Когда что-то упоминает в Торе означает, что он имел к этому какое-то отношение. В своем гневе они убили человека. Они перебили хаморы жители жители шхем о вертенном по их желанию и крушер. Они хотели вырвать быка. Знаете, кто бык? Йосеф. Ору рапом геоз в евросам кикошоса. Проклятый гнев, потому что он могучий. В евросам их ярость кикошоса на тяжелая. А хау кем бы якоб, я гляделю якоба, в официям рассею бы и строю в еврейском народе. А что значит проклятый гнев? Гнев это как можно проклят гнев? Папа за отцом говорил об этом так. Если кто-то бедный начальник, то его гнев имеет силу. Он на кого-то сердится, понижает зарплату, понижает должности и так далее. А если какой-то бедный зависимый человек на кого-то сердится, его гнев проклят, он не может что-то сделать. Цыган проклинает гнев, что они не могли ли гневом делать плохое во время гнева. Леви, например, они получили, у них не было своих полей, и весь еврейский народ давал им десятую черту. И они обучали Тору и в какой-то мере они были зависимы. Таких гнев не имел сил. Раньше приводит, что отчим оно было много тех, кто обучали детей. Таких гнев не имеет сил. Игуда, Игуда уже боялся. Яков выговорил Рубина, чем они гнев. Игуда уже боялся, начал отходить. Говорит, его тоже Яков будет выговорить. Яков говорит, Игуда, ато ей духу ахехо. Тебя будут благословлять твои братья, то есть обожать тебя. Йотхо бейрефи бехо. Твоя рука будет в затылке твоих врагов. Иштаха бухов, тебе будут поклоняться сыновья твоего отца. Почему написано сыновья отца? Просто они же были от разных матерей, но все от одного отца. Гу рарги Игуда, молодой львенок Игуда. Ми терев бни олисо. От добычи ты, мой сын, убрал себя. Раша говорит, что то, что я подозревал насчет Йосифа, что ты что это делать, ты отвел себя. Ты Йосифа не хотел убивать, ты от этого отошел. Кора роба скарь лежит как лев в холобе, в юный лев, мейки мену, кто может его поднять? Йосиф шибет ми Игуда, не отойдет жезву от Игуда. То есть руководство всегда будет у потомков колена Игуда. Царь Давид из Игуда. Он и законодатель между его ног. Пока придет Машиах, Машиах тоже будет из колена Игуда, из потомков Дабида, из потомков Шхома. Из Ри, 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 привязываясь к винограднику осла, к ветке виноградника Маленького ослика Здесь будет много вина. Чтобы нести виноград надо будет привязывать к винограднику осла, чтобы он мог унести плоды, а к ветке ослика моет вине свою одежду. Будет так много вина. У бы дам ановим от крови винограда сусит свою одежду. То есть то, что выходит от винограда. Хахлили наими йоин. Красные глаза от вина. Овен шинаими. Белые зубы михолов от морока. Дальше идут такие. У них будет много винограда и много морока. И из них будут руководители еврейского народа. Звугун вехив ям им ешкин. Звугун у попережья моря будет располагаться. Вух вехив они есть. Будет у попережья для кораблей. во ярхозе окра и во алциде возле цедона. Тут упоминается Звугун и Исахар один возле другого. Потому что Звугун занимался морской торговлей. А Исохар имел особое усердие заниматься торой. Так они сделали мир с собой договор. Партнерство. Давайте разделим этот мир и тот мир. Мы Звугун будем вам помогать материально. А мы будем иметь долю в вашей торе Исохар. Интересно. Тут написано качество Исохара. Исохар хамир горем. Исохар костистый осел. Ребец лежит между границами полей. Скажите с кого-то скажешь что ты осел. Он обидится. А тут написано это качество про Исохара. Что качество человека который учит тору. Потому что большая основа в изучении торы это усердие в учебе. И усердие определенное упрямство в этом. Такие Исохар он гостистый осел. Усердно и упрямо учит. Не старается много отдыхать. Ваяр мнух окиты увидел отдых что он хорошо хорош без зимляки но ему приятное. Во ей чих мили свел. Он нагнул свое плечо терпеть и трудиться. Во ей стало нас имбит. Когда дает на платит на лок. Дон. о каждом колене он говорит о будущем. Дон играл центральную роль в еврейском народе. Из него вышел судья в еврейском и дон будет судить и свой народ как один из важнейших колен Израиля как Иуда. Из него выйдет судья который будет руководить еврейским народом. Ей дон будет как змея на дороге. Швифен тоже вид змеи на дорожке. Иисус который кусает пятки коня мои перо рыхвы охер а всадник падает назад. Богатырское действие Дана как вы наверное слышали было при жизни он боевал когда его уже постригли жена постригла и когда он был в плену у них так они сделали большой пир Шимшам просил у Бога Бог помоги мне верни мне силу только на этот раз и я отомщу месть за один раз от филистимлян и он оперся на колонны соединил их он сказал я погибну вместе с филистимлянами соединил их и крыша рухнула написано что он больше погубил филистимлянов своей смертью чем он их погубил при своей жизни ли ли шуасхо на твою помощь кивися длиной я надеюсь Бог он просил Бога молился и на твою помощь я надеюсь Бог что ты дашь ему это силу интересно а почему его сравнивают со змеей написано что змея кусает пятку а всадник падает назад змея кусает пятку коня а всадник падает назад он соединил колонны а все кто были наверху упали упали и погибли но есть еще причина знаете почему известно что змея не идет стаями она идет сама дан Шимшон был особый из всех судей Израиля что он воевал сам без армии воевал сам как змея сам год гдуд ягудэну из года выйдут отряды вы йогут окей они вернутся вернутся обратно все кто были по той же дороге то есть так Рувен и Гот вы спросили чтобы им дали территорию на восточном берегу Иордана так Машиим сказал что вы не выйдете на войну они сказали мы выйдем и даже выйдем в передовую но мы хотим получить территорию на восточном берегу Иордана так это им дали и они вышли в передовую и они вернулись все целыми и живыми обратно он будет давать прекрасную еду царю это интересно в колене Ашер что там была каменистая земля и там прекрасно росли оливки и было прекрасное оливковое масло нафтоли айова шуха нафтоли как серна которые послали то есть на территории нафтоли плоды поспевали рано он дает прекрасные слова то есть будут хвалить за это богу а есть еще содержание в этом смысл в этом предложении нафтоли сыграл важную роль в истории еврейского народа в годы судей барак и двора барак был из нафтоли они воевали с яхин царем кна и они дали красивые слова двера и борак пели песню богу ба тошар двера у борак бена вина бен пирос есть приятный сын симпатичный есть бен пирос ага на глаз каждому кто его видит бонез дочери то есть девушки цуадо шагали еще на крепости чтобы посмотреть на Йосифа какой он красивый бонез барах враг Его руки были покрыты золотом, были с украшениями. Откуда это было? От сильного Якова. Мишом Рея. Оттуда он пас Эвен Израил, отцов и сыновей Израиля. И продолжает Яков его богословлять. «Бог твоего отца, он тебе поможет». «Ты был с Богом?» «Он будет тебя богословлять». «Богословление неба сверху». «Богословление бездны, которая лежит внизу». «Богословление груди и матки». «Богословление твоего отца, они сильнее, на богословление моих отцов». То есть твои отцы его броха больше, чем богословление моих отцов, шире. «Ата вас до края, гивей сэйгом холмы мира». «Ти ено, все это будет в горыш Йесеф, на голову Йосефа, у котки и на затылок. Незир Эхов, кто отдалился от своих братьев». Йосеф ведь был отдален от своих братьев. Дает Йосефу особое богословление, Яков. «Бийомин зэйвитров». «Бийомин ову, который разрывает добычу». «Бабейкя ехал ад». «Утром он ест добычу, богоярова к вечеру, ехал их шоу, делит добычу». Раша приводит два комментария. Один из них, первый комментарий говорит Раша так. «Колено Бениамина играло центральную роль в истории еврейского народа два раза». «Утром и к закату». Когда это утро? В начале еврейской истории, когда они жили в своей стране, когда надо было выбрать царя, и первый царь был выбран из колена Бениамина. Шаул был из колена Бениамина. Первым выбранным царем еврейского народа был Шаул из колена Бениамина. А к закату когда? Тогда он играл центральную роль Бениамина в истории еврейского народа. А к закату? После разрушения первого храма, в событиях Пурим, когда, когда был тяжелый указ о уничтожении еврейского народа, кто спас положение? Мортха и Эстер, которые были из колена Бениамина. То есть, Бениамин играл центральную роль в истории еврейского народа дважды. На заре истории еврейского народа. Первый царь был Шаул. И к закату после разрушения первого храма. Мортха и Эстер, которые спасли еврейский народ в тот тяжелый момент. А перевод Унглоса говорит, что смысл предложения другой. Что храм был построен на территории колена Бениамина. Так утром и вечером делили там жертвы, куски жертвы. Так там делили добычу, куски жертвы. Утром и вечером. Колены израиля двенадцать. Это, что говорил им папа. Он богословил. Раша приводит, что даже те колена, которые мы не встречаем, что он богословил. Не написано тут, что он богословил. Он их тоже богословил. Выговорил то, что написано в Торе, но и богословил. Из человека, как их богословление богословило. То есть это было богословление. Но не просто богословление. Это было пророческое богословление. Он и предсказал их будущее пророческим. Он сказал им, что они не сомневались. Я присоединюсь к моему народу. Он был мальчиком и мне SimpleEN сомневался. В нем был поможден, незнесп corporationа. Мы из Эфрина Хития, от Эфрина Хитейского, на наследство для могил. Там похоронили Авру, мы из Сора Иштей, Сора его жену. Там похоронили, что из Ривко Иштей, Ривко его жену. И там похоронили, я похоронил Лео. Микные особы, покупка полива, моража, обеи пищеры, которые в нем, мы из Атпнехайса. Ваяхал Янки в лица веселосбонов, Яков закончил указывать своим сыновьям. Ваяхал врагов в эламито, собрал свои ноги в кровать. Ваяхал врагов в эламито, он присоединился к своему народу. Ваяхал врагов в эламито, собрал свои ноги в кровать. Ваяхал врагов в эламито, собрал его. Ваяхал врагов в эламито, собрал его. Сорок дней. Так заканчиваются дни бальзамирования. Ваяхал врагов в эламито, собрал его. Оплакивали его египтяне. Шим им ем 70 дней. То есть 40 дней бальзамирования, еще 30 дней. Оплакивание. Ваяхал врагов в эламито, прошли дни его оплакивания. Если я нашел симпатию в ваших глазах, добру, но, пожалуйста, говорите. Папа взял у меня клятву, говоря, «И не я на их иметь, вот я умираю. В могиле, что я себе выкопал, в земле к нам, там похорони меня. А теперь я поднимусь, похороню отца, в шубу и верну». Обратите внимание, как умно и деликатно Йосеф сказал фараону. Понятно, что для фараона было неприятно, для фараона, для всего Египта, для их национального почета было неуважаемо, чтобы сына Йосефа, второго человека в государстве, чтобы его отца вывозили из страны хранить другое место. Ты как это, Йосеф, объясни? Просил передать. Во-первых, он сказал папу, взял у меня клятву. Прямо говорите, «Могилика, которую я уже выкопал, в земле к нам, там похороните меня». Другими словами, это личная просьба. У нас есть такая семейная могила. Я ее уже приготовил много лет раньше, еще до того, как я спустился в Египет. И раз у меня там уже есть готовая могила, я хочу, чтобы я был похоронен там. В такой форме он просил у фараонов. «Воей мапари», сказал фараон, «А вы поднимись, уквиросовихо, похоронит твоего отца, как он взял у тебя клятву». То есть, если бы он не брал клятву, то я бы не согласился на это. Это только сказал фараонов. Раз ты уже взял клятву, он взял у тебя клятву уже. Я соглашаюсь. Ну. Мендраж говорит, что фараонов сказал Йосипу, «А может быть, можно снять клятву?» Йосип ему говорит, смотри, есть же у меня клятвы, которые я поклялся тебе, стране. Я не знаю, наверное, Йосип как бы угрожал фараону. Я понимаю эту беседу по-другому. Так я видел, можно её понять. Послушай, фараон, тебе самому не выгодно, чтобы к клятве не относились с должным уважением. Если не будут относиться к клятве с должным уважением, то это нехорошо в первую очередь для тебя. У меня же есть клятвы, которые я тебе обещал, тебе, стране. Если относиться к клятвам с лёгкостью и думать, что можно их снимать, это нехорошо для тебя. Это то, что Йосип сказал фараону. Тебе это не выгодно. Боял Йосип Ликберасов. Поднялся Йосип похоронить своего отца. Боял Иты. Поднялись с ним колы Авдефары. Все рабы фараона, зикны Вейсы, старейшины его дома. Вехыл зикны Эрац Митроина. И все старейшины земли египетской. Вехыл Вейсы, весь дом Йосипа, Вейхов и в Братвия. Вейсы, ой, в дом отца. Все поднялись. Рак только тапом. Децеев, цейном, мелкий скот. Увкором, боков. Узва оставили в Эрац Кейшин, земли Гошин. Ваял имя. Поднялся с ним Гам Рехов, Кареты, Гам Порошин, всадники. Ваял Махне Хагер был ковид мейд. Очень тяжело. Ваял Махне Хагер пришли от Гейрано. До такого места, где бьет зерно. А еще в Эвера-Ярден. На берегом берегу Ярденова. Испы душом. Оплакивали там миспы. Оплакивали их. Годы овы ковид мейд. Великий и тяжелый очень. Ваял сделал овы в отцу. И был траур Шива с его семьей. Ваял увидел, что жители от земли Аратак нанесли овы. Траур в Гейрано. Ваял им рассказали овы ковид зова Митрая. Это тяжелый траур у Египта. Поэтому корош мы назвали имя того места. Овел Митрая. Траур Египта. А еще который в Эвера-Ярден. На берегу Ярдена. Сыновья ему сделали кень. Так. Как он им велел? Что он велел? Ваялся, если принесли его вонок, его сыновья. Артур кнан. Землю кнан. Ваялся, если похоронили биморос, пищора, сдея махпыру. Поле махпыру. Ашакона Авром. Авром купил это соды поле лаахуза скевер. Наследство для могилы. Мейс. Отефренакиты. Эфренките. И скелпной мамры. Перед мамрой. Ваёши вернулся к Есиму в страну Египет. Увэ-Эхов. Он его брат. Вахо-Элим. Ит-элик-бер-эсовиф. Все поднялись, которые поднялись с ним похоронить папу его. Ахарей-кор-вэ-эсовиф. После того, как похоронили его отца. Ваёру Ахайей. Теперь. После этого. Что было? Ваёру видели Ахайейца братья Йосифа. Киме савьем. Что папа их умер. Ваёй им рассказали. Гу. Ой. А может быть. Истемейну Йейси. Йейси в нас вас не набитит. Ваёши в Йоши вону. Вернуть вернёт нам. Исколоро. Всё зло. Ашагамал на Иси. Что мы ему сделали. Войца будут. Они боялись этого. Войца будут. Войца был Йейси в Йеймар. Приказали Йосифу, говоря. Овихо циволи в неймейси в Йеймар. Твой папа велел перед его смертью, говоря. Это неправда. Но из-за мира бывает, что можно говорить неправду. Из-за мира между людьми. Кейси имру в Йейси. Так говорит Йосифу. Оно, пожалуйста. Сонно. Прости, пожалуйста. Пеша ахехо. Преступление твоего братья. Выхатасом их грех. Кирог молухо. Что они сделали тебе плохо. Вято. А теперь. Сонно. Прости, пожалуйста. Пеша. Преступлением. Авдей. Рабов. Рабов Бога твоего отца. Смотрите. Папа умер. Но Бог остаётся навеки. Рабы Бога твоего отца. Воев к Йейси. Йейси плакал бы добрым эйхов. Когда они говорили к нему. Воев к Йейси. Пошли также братья. Воев к Йейси. Упали перед ним. Воев им рассказали. И на руках он наводил. Вот мы тебе будем рабами. Воев к Йейси. Аутырум. Сказал им Йосиф. Не бойтесь. Ки? Потому что. Асахаса геймония. Я что ли вместо Бога? Что ж я вместо Бога? Наказывать это функция Бога. Не наша. Что я вместо Бога? Вятем. Хашафте Могайро. Вы думали про меня плохое? Иргим хашобогатый. Бог. Думал это на хорошее. Раман Асей Каим Азе. Чтобы делать как сейчас. Рах есть. Чтобы жил Амров. Большой народ. Бог это сделал хорошему. Чтобы вы остались в живых. И не умерли от голода. Что то что из-за вашей продажи я тут стал руководителем. И поэтому это сохранило Якова и его потомков. То есть. Он говорит что я вместо Бога? Бог наказывает. Наказывать это не моя функция. И кроме того. Это все было к хорошему. Чтобы Бог меня поставил здесь руководителем. Что я мог вам помогать зерном. Чтобы вы остались. Я видел очень интересный комментарий. Конечно мстить это плохо. Но если уже мстить. Что значит месть? А? Сделать другому то что он сделал тебе. Правильно? Давайте подумаем. Что бы вы сделали мне? Вы сделали мне большое зло. Из которого вышло добро. Я стал руководителем над Египтом. Вы сделали мне зло. Из которого вышло большое добро. Чтобы вам мстить по настоящему. Я должен вам сделать то же самое. Сделать вам зло. Чтобы из этого вышло добро. Но это человек не может. Что я вместо Бога? Бог может это сделать. Человек этого сделать не может. А раз месть по настоящему невозможна. То не подходит вообще никакая месть. Как вам нравится. Он говорил на их сердце. Он говорил на их сердце. Он говорил на их сердце. «Сына третьего поколения». Гамбны мохэра бэмнашэ. Так же сыновья мохэра сынам наше. Юлду родились. А убирки иесем на коленах Йосифа. Ва йима йесэб рэхов. Йосиф сказал братьям. Он их иметь. Вот я умираю. Велегима Бог. Покет гибке десхам. Он вспомнит вас. Велдесхам. Поднимет вас. Винорец Азliцц этой земли. землю, ашаниш баштам паклялся, а врагом лагицу куяку-яку. Бог вас поднимет отсюда. Ваяшба есэ, в заклёк есэ, в снове Израиля, гайма габаря, бокет гив кетелгим эсхэм, вспомнит, вспомнит Бог вас, ва лисэ мэс ацмэйсэй, поднимите мои кости мэзэ отсюда. Ваяшба есэ, умер есэ в бэммэйо ва ясэ ошаним, ему было 110 лет, ваяхам ту эсэ, его бальзамировали, ва есэм ба рэм, положили его в ящик, помитруем египцэм. Сегодня порох ашэм закончили главу.